Сегодня 29 декабря 2014 года. У нас, как и было обещано синоптиками, сегодня сумасшедшая метель. Очень сильный ветер северный и очень сильный снегопад. Сейчас вы видите проспект Григорьевского десанта. Это главный проспект, по которому въезжают в Южный наши жители и гости. Скажем так, главная вена, которая ведет от якоря и пересекает весь наш небольшой городок. Для города Южного снегопады и метели перед Новым годом. Это диковинка, у нас обычно их не бывает, но этот год стал явным исключением. Я пытаюсь отбалансироваться, чтобы вам было видно. Вот сейчас небольшой трактор, скорее всего, это МЖКЦ наше. В системе УЖКХ, так сказать, пытается каким-то образом сегодня работать. Я думаю, что для наших коммунальщиков сегодняшний день будет самым сложным за последнее время. Несмотря на то, что у нас уже был в субботу снег, но такого не было точно. Сегодняшняя метель, это гораздо более глобальное событие по масштабам. Вот сейчас мы видим небольшую пробку. Из семьи где-то автомобилей подъезжает служба пожарной нашей охраны. Уже едут на какой-то объект. Но пока что лично я не знаю, какова ситуация у нас в городе по части каких-то чрезвычайных ситуаций во дворах, в наших микрорайонах, на наших дорожках, дорогах. Но я знаю, что наши журналисты сейчас собирают информацию. И вечером у нас будет большой прямой эфир, посвященный ситуации на дорогах. А также в три часа дня я планирую поехать с представителями наших коммунальных служб по нашим улицам, чтобы проверить, какова ситуация на дорогах. Вот мы видим, как наша пожарная охрана все-таки смогла вырулить и выехать на проспект Григорьевского десанта и куда-то направляется этот автомобиль. Как видно, здесь небольшая горка, поворот возле ДК. Очень сложный и опасный. Машины буквально сползают вниз и подняться на него. На самом деле там не очень высокий подъем, но чтобы в эту погоду и плюс такой сильный ветер подняться, приходится очень сильно стараться. Вот машина не может этого сделать и съезжает вниз. Еще немножко попыток, возможно, он поднимется. Но все очень сложно. Вот сейчас машина, мы видим только что, которая повернула на проспект Григорьевского десанта. Вот она там за столбом, она застряла просто в снегу и не может двигаться вперед. Я вижу, что вдалеке где-то переходит улицу люди. Машины при этом не могут остановиться и едут просто. И все. Вот сейчас тоже автомобиль будет пытаться повернуть. А тот, что пытался, поехал вперед. Как мы видим сейчас из всей этой картинки, попытки выехать на автомобиле сегодня не всем удаются. И, скорее всего, лучше этого не делать. Если есть возможность никуда не ехать, то будьте благоразумны, оставайтесь дома. Вот сейчас мы видим, как машина пытается расчистить проезд к дому по адресу Григорьевского десанта 23. Здесь этот дом прилегает к проспекту. И вообще, в принципе, все въезды во дворы, конечно же, затруднены сейчас. И наши коммунальные службы пытаются в этих невыносимых условиях сделать что-то, чтобы наши автомобилисты могли поставить машину хоть куда-то. И вообще расчистить проезды. Потому что здесь могут нуждаться люди в скорой помощи и так далее. Необходимо будет как-то подъезжать к домам. Мы видим автомобиль, который, опять же, остановился здесь и стоит на проспекте Григорьевского десанта. Здесь обычно на этом месте машины никогда не стоят. Потому что движение направлено в город. Поэтому на этой обочине обычно никто не паркуется. Но сейчас ситуация другая, поэтому все, что угодно может быть. Мы сейчас видим, как машина пытается тоже ладо, насколько я понимаю, пытается проехать по проспекту. Но как-то не очень получается. Здесь тоже, видимо, произошла какая-то проблема. Буквально на участке въезда во двор машина просто застряла. Если есть возможность, вот мы видим людей, которые пытаются уйти из дома. Сегодня не нужно этого делать явно. Если нет нужды передвигаться по городу, а тем более куда-то выезжать, то будьте, пожалуйста, благоразумны и оставайтесь дома. Особенно не оставляйте без присмотра детей. Вот мы видим, что все-таки машина, видимо, не застряла, а просто поджидала своих близких. Посмотрим, насколько получится двинуться с места и не застрянет ли автомобиль снова. Движение по городу людей достаточно активное за все это время. Я увидела несколько десятков южниц, которые ходят. Все-таки какие-то дела заставляют людей выходить на улицу. Но, слава богу, этот автомобиль смог проехать. Вот еще один. Посмотрим сейчас, что там у нас в центре. Начинаем с... Застряли машины. Сейчас ведем свой репортаж снова с нашей смотровой башни. Снежинки танцуют. Снежинки. Красиво, да? Здорово. С нашей смотровой башни мы ведем репортаж из квартиры. По адресу Григорьевского десанта 23. Здесь у нас точка смотровая, которая обычно в хорошую погоду, в штиль. Здесь видно весь Южный, побережье, Коблево и даже Одесса. Но не надо, пожалуйста, в объектив лезть. Сегодня, как мы видим, с трудом можно просмотреть то, что делается на проспекте Григорьевского десанта. И, в общем-то, возле ДК даже смутно что-то видно. Наш участок проблемный. Здесь вот этот подъем так и остается проблемным. Пока что все, кто попадаются в этот сугроб, они потом долго не могут из него выехать. Еще один микроавтобус застрял. Ну и похоже, что это надолго. Ну, в общем-то, пожалуй, это и все. Я не думаю, что в ближайшее время что-то будет очень сильно меняться. В общем, желаю вам благоразумия. Сидите лучше дома, друзья. Потому что сегодня совсем не весело. Нет, все-таки он выехал. Слава Богу. Но вот этот участок, будьте осторожны. Если вам уж крайне необходимо завернуть тут перед ДК и проехать 4-й микрорайон, то только не этим путем. Старайтесь объехать его как-то. Продолжение следует...